Добрый день дорогие друзья, с вами снова Андер Укун и мы продолжаем наши приключения во вселенной Феникс Пойнт, дополнение Кровь и Титан, продолжаем раскачивать наших ребят. Серегу в принципе мы уже практически, можно сказать, вывели в боевую единицу, а теперь будем вкладываться в Эрнеста, чтобы у нас был второй штурм. Штурм, движемся уже к концу кампании, я так думаю. Мы попали здесь в засаду, но кто еще тут в какую засаду попал на самом деле. Так, сходу видим три цели, одну мы детектим просто, сейчас пробегаемся по карте, зачищаем, потом спокойненько отсюда уезжаем куда-нибудь. Так, первые ходы у нас это разведка, флэш. Флэш один ход уже потратил, он может пробежаться куда-нибудь в открытую местность, посмотреть, что есть вокруг. Так, но здесь ничего нового ты не увидел, окей, дальше. Роман, во, прекрасно, мы еще кого-то здесь увидели. Роман, вот тот угол сейчас посмотрит. О, не видит. Один ход я зарезервирую все-таки. Оп. Все, больше тут никого, по идее, нет. Вот тут большой камень, за него нужно будет заглянуть. А кто сможет заглянуть, Саша? Да, Саня может заглянуть за камушек. Ну, Саша, придется на один ход больше все-таки потратить. Никого, да? Тю, какая-то жиденькая засада, ребята. Что-то я ожидал от вас большего. Алина, прочекай нам за этими руинами. Что вообще есть тут? О, живот. Привет. Ага. Это кого ты видишь? А, вот этого, да? Так, чуть-чуть вот сюда пройдем. Здесь никого. Чуть-чуть сюда. Окей. Кто у нас еще? Дроне есть. Дроне, давай в эту сторону пробегись. Посмотри, что тут есть. Там тритоны могут быть какие-нибудь полуинвизные. Но вроде нет никого. Дроне должен чувствовать. У него детекция есть. Это священницкая. Инна. Инна пробежит в эту сторону. Расползаемся так по карте. На следующий ход, если мы всех убьем, мы сбежимся в центр опять. Потому что нам нужно будет уходить куда-то. Так, Эрнест пойдет вот сюда. В принципе, тут две цели ему как раз легенькие. Возможно, еще этого зацепят. А Сереге надо будет с жирным разобраться парнем. В принципе... Блин, там бочка. Опять эта сраная бочка. Здесь нет бочек, нету. Ну, поехали. Быстрая зачистка. Всплеск адреналина. С пулеметом проще будет Хирона завалить. Минус раз. О, это этот... Дурной бедняга. Так, единственное, что Серега... Прочекни мне второй этаж. Ой, какие классные все-таки эти ноги. Да, у Сереги же есть этот модуль на голове, который позволяет детектить, случись что. Отлично. Кстати, Серега нам может забежать... Вот здесь вот эта бонусная зона на очки воли, да? Да, вот так. Вот, становится себе немного очков воли. И спокойно спрыгнет, расстреляет червякового парня. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Давай, как вам... Блин, тут бочка. Но она далеко, в принципе. Та в туловище с двух просто. Очередей. Да, вот так. That was a kill, probably. That was a kill, probably. Так. Блин, с Эрнестом я, по-моему, косякнул. Серега, ты, если что, добежишь? Вот один ход. Вот второй ход. Окей, Серега, если что, добегает подстраховать. Эрнест. У тебя тоже есть уже, кстати, 14 очков воли. Ой, ну это хорошие новости. 76 урона с дробовика с одной пульки. Это 760. Это, конечно, жесть. Да, мы их 40 брони можем стрелять спокойно. И притошку за охоте мне, пожалуйста. Отлично. А, ну тут Эрнест справится вполне. Нормально все. Я все равно, конечно, спрячу своих израненных штурмов. Давай. Так, тут бочек нигде нету поблизости каких-нибудь дурацких. То я уже паниковать начинаю каждый раз. Отлично. Так, Эрнеста мы здесь спрячем. Ребятки, возвращаемся в центр карты. Ну, Саша, единственное, что. Сейчас на этом ходу не добежит, конечно. Так. Серега. Спрячься тут, наверное. Ну, мало ли. Да. Окей, нет никого. Давайте в центр вернемся. Откуда можно будет легко убежать в любую сторону. Потом. Наши жрецы кастуют иступление. Друг на друга. И мы выходим отсюда. Хотя. А на дроне повесилось иступление интересно. Оп. Такие прыжочки классные, да? Вообще шикарные ноги. Так, Саша. Давай. Еще бочка эта стоит такая. Подействовало. Все отлично. То есть, два жреца могут друг друга перебафливать. Серега, прихватите. Странно, что запрыгивать позволяет, а с темы перепрыгнуть нельзя. Так. Ага. Вот и враги появляются. Мозгосос. И тут мозгосос. Ой, и змея. Слушайте, ну их тут прямо пачка лезет такая. А нам сюда. Все отлично. Так. Товарищи жрецы. А у меня все добегают? У меня у Саши самые проблемы со скоростью. Мда. Дроня, а ты не можешь бафнуть и добежать на этом ходу, да? Что с флешем? Раз, два, три. Отлично. Баф не дроня. Так, поехали. Все по порядку. Сначала забегаем, смотрим. Потом уже будем эвакуироваться всей толпой. Нормальная такая засада, конечно. Скромная. Для этого этапа игры. Ну, в принципе, нам, чем больше врагов на карте, тем проще. Как ни странно. Потому что два штурмовика таких есть. Способные пробежать всю карту. Я, если кого-то буду еще докачивать, ну, брать в основной отряд, я уже буду брать... Саша просто на последних каких-то карпалях добегает. Ну, главное, что добегает. Вот. То я буду, наверное, тоже штурмовиков качать. Потому что дополнительные ребята мне могут понадобиться с воодушевлением штурм Моряковский. Под конец игры. Полноценно выкачать кого-то, типа Сереги с Эрнестом, я уже вряд ли смогу. Так, все, вроде все готовы эвакуироваться. Если на Сашу придется вот так. Ну, эвакуация... Тотальная... Найс. Ну, шесть очков добавилось. Эрнесту я что-то хотел взять из общих очков. Я вот не помню, что он можно будет покопить. Если что, может быть, вдруг удастся третьего штурма взять. Текарус у меня один из первых, кого я взял дополнительным. Сидит бедняга на базе, так и не имея возможности спастись от... Стартовая площадка. Ага, понятно. Спастись от безделья. Так, по составу. Поехали. Алина. Бомбардира может взять. Вдохновение. Да тут все надо брать, на самом деле. Даже сила пригодится. Надо же. Ну, да. Бомбардиры возьмем. Сейчас по перкам будем тыкаться. Инна. Снайпер. Силы ей не хватает на патроны, кстати. Ну, очки воли важнее. Безусловно, важнее. Саша. Саша, ну скорость, 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 еще раз скорость. Туретки-то у тебя есть. Ручное управление, дистанционная остановка, это все так. Туретки, они у меня как отвлекающие. Роман. Ну, Роману еще надо. Броне тоже копят. Эрнест. А, у него скорости почти нет. То есть ему надо скорость поднимать жестко. Серега. Сереге все. Ну, дробовик ему не нужен, я думаю. Сейчас ему нужно очки воли поднять до упора. Флэш, я хотел тебе взять, по-моему, психическую защиту. Или силу воли. Не, мы психическую защиту возьмем. Это очень хороший перк. Два очка общих. Да давай. Все, ты укомплектован. Дальше воля. Возможно, сила. Оружие, которым ты не можешь пользоваться. Ну, да ладно. Все, ребятки, молодцы. Что по исследованиям? Технология стимулятора. Вот это интересно. Встойчивости к яду. Ой, у нас тут как все закончилось. Внеупорность кислотная. Игодский рецептакул. Так и не напали пандаранцы на мою базу. Бедняги. Ну, оно и понятно, в принципе, почему. Мы ищем нашу базу. Где-то там скан комплит. Кстати, к вопросу о сканах. А, Мантикора все уже дома сидит. Ну, сиди, мулька. Разведываем. Разведываем. А, ну да, вот она домой прилетела. Так, этот стимулятор. А, ну да. Ну, шрицал от состояния иступления, временно подняв его решимость. А, это та штука, которой у нас жрецы занимаются вообще в начале хода. 10 мотаген. Ну, пусть будет. Запас карман не тянет, как говорится. Да? Да. Сразу сходы технологии устойчивости к яду. И, кстати, это последняя синедрионовская технология. Что это? Урон от яда снижается вдвое. Возможно, сделаю. Для тех, кто... У меня много, кто сможет его таскать. Мало ли, у нас ядом попадут, да? Или технологии в неупорности? Ладно, посмотрим. Все. В Южной Африке еще одна база. Ничего, серьезно? В список не влезает. Давайте отремонтируем это все. Пусть будет. Я не знаю, конечно, исследовательская лаборатория, пищевой комбинат. Решат ли хоть что-то для нас? Не, ну... Тут всякие передовые исследования. Ну, окей. Так, что-нибудь здесь будем рассматривать? Ну, тут вот есть куча миссий. В Южную Африку база Феникса. Эх. Сюда, конечно, залетать не хочется, потому что мы отсюда никуда не успеем. А надо ли нам особо куда-то успевать? Тут еще вопрос. Поехали. Нам нужно сейчас качаться, пока мы ждем все исследования сделать. Так, я обоих отправил. Да, обоих. Урон от огня уменьшается в два раза. Хорошая штука. Может пригодиться. Я подумаю еще, может, какой из них повешаю. Ну, это не умея, там как-то не особо бьют. Так. Что у нас здесь? Угу. Потеряли выносливость. Что ж вы все меня прикалываете с этой выносливостью? По-моему, только недавно мы ездили отдыхать. Передовая разработка Теомата. Может быть, она что-то откроет, кстати. Ладно, юготский рецепт по кулуму. Командная крепость Иерихона. Не, давайте сделаем Иерихону их крепость потом. Мало ли, может, это что-то даст. Они тоже начнут строить, как строят вот эти синедрёнки. Угу. Кстати, как у вас там, ребята, с прогрессом? 79% 0 дней осталось. Молодцы, чё? Ага. Угу. 12 планет. Технологии, материалы дали. Миссию мне дайте, ребят. Ну, ёлки-палки. Не тренировать солдат надо чем-то. Хотя у меня вроде как уже стадия практически полной готовности. Ну да, там, новый Иерихон. Передовая кислотная технология. Кислотная пушка Феникса. Это пулемёт. Кислота 50. Очереди ёлы-палы. Эффективный радиус 17. А у обычного Вот очень интересно. Это может быть для Серёги актуальная штука. Маловероятно. Блин. Опять этот прикол, что они в первый раз не отображают. Восклицать. Вот она. 17 эффективный радиус. А у обычного пулемёта где он там? двенадцать. А, это очередь двенадцать. Девять. Ну, давайте три штуки сделаем, они дешёвенькие. В принципе, ресурсы у нас есть. Передовая разработка Тиомата. О, накрыта туманом. А, ну, изгои. Вот это нас может остановить. Интересно, что будет, когда они достроят эту свою площадку для запуска на Луну. Интересно, что будет, если достроить свою цитадель иерихонцы. И почему у Анны ничего похожего нет? Может, реально разработка Тиомата нужна? Странно это, конечно, но походу с Анну мне не хватает. То ли исследований каких-то. Может, червей вот этих нужно было захватить живём? Ну, вряд ли, конечно. Червец настолько третистепенный противник, что я сомневаюсь, что они могут быть чем-то важны. Хотя я могу ошибаться. Но Анну походу как будто я вижу ветки победы за Синедрион и Иерихон явные. Вот. Но при этом не вижу как-то ветки за Анну. Может, при исследовании юготской сущности конечно раскроются. Так, здесь нас ждут изгои, которые хотят лишить нас ресурсов. Пожелаем им удачи. Именно. Ну что? Пошли чекать. Первый враг. Похоже, здесь ты его видишь. Ух ты. Там ещё, ещё. Туда, короче, Серёга сейчас ломанёт. Да? Да, туда, Серёгу. Правляем. Вот классно она через всю карту видит. Со своим восприятием. Какой это восприятие вообще? 59. Интересно, эта штука далеко вообще летает. Ой, ну да, это намного лучше, чем предыдущая ракетница. Прям вау. во сколько лучше. Так, а в эту сторону тогда у нас вот это здание должен роман прочекать. В первую очередь вот это проходит за зданием. что-то ты увидел. О, вот этого священника. Ага, ну это дочистит там, Серёга добежит, если что. еще враг. Жиганетый увидишь. Кто-то из этих, Мы днем приехали, скорее всего, поэтому видим так весело все. В здании есть контакт. еще, еще мы видим, да? Я думаю, можно уже Серёгу запускать в забег. Не, все-таки еще Алина пробежила по центру. Тут всякие закоулочки интересные. может, и увидит. Ну или нет. Ладно, запустим Серёгу на путь убийства. Так вот, чтобы там никаких опять не было бойчиков, ящиков, которые внезапно абсолютно окажутся взрывающимися. сюда, наверное. Вон там еще бочки стоят. Какая недружелюбная вообще вселенная. Есть. Нестрая зачистка. Всплеск адреналина. Вряд ли я найду применение тому пулемету, если честно. не, могу, конечно, кого-то нафигарить. Супер бронированного кислотой так, чтобы он помер на следующий ход гарантированно. Но что-то я сомневаюсь в этом всем. Так. Аккуратно защищаем ноги, чтобы никакую бочку случайно не зацепить. зацепить. Нормально. Нормально. Привет. Так, у нас там роман где-то было. Надо еще его не зацепить. Это будет как-то риск. О, тут прям целая пати на хаосе у парней. Затеяли они. Блин, три мутации, три аугментации хоть выглядит как-то логично, то эти ребята даром, что изгои. Нога, 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 нога по 10. Давай в ногу несчастному созданию тогу. Не помер. Надо же. Ярость. А что за ярость он кустой? Ух ты. Ого. Прикольный итог. Да ладно, вам сейчас перезарядимся. Паника там у кого-то началась уже, да? Какой у него дробовик? Это баранильщик? Да. Откуда у них правда моя технология не совсем понятна. Ну да ладно. Пусть будет. А тут запрыгнуть ногами не получится, да? К сожалению. Очень жаль. но заодно прочекаем здание тем самым. Тык-тык-тык. Привет. Говорят, ты жрец. А я говорю, нет. Блин, бочка. Сраная бочка. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Привет, парнишка. Пока, парнишка. Так, ну даже если мы кого-то там пропустим, я думаю, у них уже у всех паника вовсю идет. еще пацана с 14 воли паника. Та-та-та-та-та-та-та-та. Афтофокус. Ага. Спринтерский марафон пробежал. Как бы это противоречиво не звучало. Есть местность с ресурсами. Всего четыре общих очка дали. Ну, как-то это обидненько. Можно, конечно, было спустить вторую команду, качать два состава сразу по миссии. Как-то так. Надавали нам опять какую-то фигню. Опа. Вторжение в форт лог. Пандораны. Вот. Это надо пресекать дело. Кстати, заодно здесь логово, здесь куча миссий. Так что, да, отсюда улетаем. Потому что мы отсюда контролить карты не можем нормально. Исследование Тиамата. О, дальность полета Тиамата она увеличена. Поступное новое исследование. логово, миссия. Миссия. Мхм. 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 Метеорites. That must be how the Yugothian entity is sending the Pandora virus to Earth. And the moon functions as a kind of shield. That's what they must have found. A much, much older iteration of the Pandora virus. If we could get our hands on that, the insights to be gleaned from it would be tremendous. So, I, uh, planned the mission to the moon. Unmanned, mind you. I'm not crazy. And now we're ready to actually make it happen. Except for one problem. The Pandora virus creatures seem very interested in blowing up our rocket. Exactly. Help us defend the launch site so we can get my robot to the moon. Wow, I can't believe I just said that. I feel like a mad scientist. Igor, launch my robot to the moon. For science. Oh, wait. I think I just came up with a good name for the probe. Okay. Uh-huh. It looks like a mission mission center. It looks like a mission center. What it looks like. It looks like. It looks like a mission center for all time. It looks like chemical cells in the Earth. To help us to access the process of bringing up the new faith. Wow, that's really beautiful. Let's look. Let's see. чего что миссию на луну мы запускаем в итоге игорь один но сначала мы защитим убежище разумеется 16 тысяч населения у них тут так а мы успеем не мы успеем успеем так двое прилетели 13 куча ресурсов все пообижаются кроме но ирюхона но мы там восстановим большую часть отношений подготовку кстати не раскидалась прошлой миссии что можно взять все боевую готовность можно взять алине ответный огонь вдохновение да это все может пригодиться и на тем временем что очки воли саша скорости тебе качал на роман докачал силу воли надо же 7 очков силы осталось добрать брони тоже там на пути к финалу эрнест скорость пока пока плю очки посмотрим чё как серёга волю ждет флэш скорость макс силу воли выкачиваем окей алина вдохновение и боевую готовность бы взять в идеале вообще чтобы уж прямо по красоте все было и на силу воли копит саша опять а я уже по кругу пошел просто все я понял сейчас мы быстренько с этими пандоранами разберемся но если их там сила меньше 20 походу силы не будет это чё это иерихоновское убежище да то есть не будет этой фигни с тормозами шутки графики жаль потому что графику на полную хотелось бы выкрутить и но конечно и так неплохо выглядит но может и еще лучше будет прорву миссии нужно чтобы солдат вот выкачать в машины любви стон который у меня сейчас на базе там с пивком прохлаждаются конечно по-хорошему давным-давно надо было запускал мне еще были эдвард и к часам нужно было делить их на два отряда и запускать в полет два отряда с двумя освященниками но тоже знал я же накрабил вот и можно было быстренько быстренько собирать миссии правда все равно было бы провод так ну ладно хорошо что у нас тут вообще нам нужно будет вот это здание как-то прочекать и чекать мы его будем кем-то у кого есть этот модуль на голове то есть скорее всего именно и да да потому что там в здании по-любому какая ни дрянь до сидит ну и под дрянью я конечно имею ввиду от них не гражданских товарищей ухты она можете по запрыгнуть а наверх что выбраться тебе нужно тут по лестнице да она то есть тут есть крыша но на крыше скорее всего никого нету восемь гражданских не знаю что давай а пики просто по периметру за угол загляни об сцилла есть пофиг ухты прям тут бедные цивили она тут сидят пачкой страдают раз два ага то есть ты по хоть нет пока сохранил воодушевление и на и на пойдет по центральной улице прям ты 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 ну вот тут тут что один этот и исцелла и вся компания не верю в такие приколы вот не верю от слова совсем где там роман роман чек ни ко мне здание тут одно есть со своим сканером два засранца уже хорошо да ладно ну что вы хотите сказать что реально нет никого прям вот такие такие кого здесь нет да ну быть не может может это за углом кто-то прячется не вам ромыч окей так саша давай выбеги вперед потому что если что ты поставишь нам дать ту ретку для отвлечения глаз дальше кто у нас еще из помогательного отряда это наши звезды ну не знаю дроне посмотри че тут увидишь а я еще иступление на цивилиянов накидал ухты как они тут сели 48 все здесь лол окей как скажете ничего серёга расстреливаем вот эту тварь и чем мы еще делать можем принципе с рывком подбегаешь но еще кого-то увидел да а ну тут трое сидят эрнест у нас остается как резерв на случай если что-то пойдет не по плану у нас есть три выстрела я думаю за три выстрела тварь умрет так стоп три выстрела тварь умрет конечно все здорово но у нас кто-то был снайпером не так казалось в уши и народ от греха подальше наложи вот на эту тварь смертельную метку чтоб серёга аннигилировал там вообще без проблем а ну-ка или читай открой личико вот так еще тоже нам 3 этих понадобится по ходу до так сейчас она помахает своими щупалами на из нее этот повыплевывалась эта дрянь всякая ладно с дрянью потом разберемся там если что ворвется эрнест с дробовиком это все все в курсе что там таракан развелись из этой дряни о еще один смотри-ка а где ты его увидел джи невидимый таракан а где ты его увидел а он там то все-таки роман сканером не дотянулся но мы принципе понятно так тут всякие чувачки которым надо объяснить как жизнь теперь работает для пандаранцев и кто тут собственно захватчик прелестно о змея еще нашлась да ладно и где она тоже там сидит и тритон как все людей в бочке как будто на метро приехали еще здание по разносим чтоб не джерри компотой пределите по нее тут баталия шла все давайте ресурсы нам мы старались но можно кстати двоих сразу пробить потому что от трона там объем легко но как сказать надо было угол лучше подбирать замучили бедного привет змея говорят ты злая тварь но я не верю еще и в этого попали привет так серега пока стой здесь эрнест для тебя тоже есть работенка сказал грязная работенка тараканов давить называется весело но надо что же поучаствовать это вкладывать в тебя еще и вкладывать какой пара демонстрируешь ребята что вот я не просто так здесь у 6 тараканов можно убить ты на кого свою этот распахиваешь распахивает он так что у нас здесь вывод нас тоже таракаша спрятался до за юбку мамкину вот так вот сам блин за них даже очков воли не дают ну это как-то вообще грустно два эрнест пары че ups это уже занаглял конечно вот так дабл келл для красоты вот как и ожидалось кто-то еще остался у противника живеха ник ну давай ка ирнест и нам прочекаешь кто тут во второй этаж надо на второй этаж в магазине кто-то захонырился чё парень ой парни туда речку массово скупают кстати не уже чуют чем он грозят эти штурмовики нового поколения а эти на крышу засели блин нам это сюда добежим и на у нас воодушка есть так что нормально мы добежим хорошо что именно за сейвил на воодушевление тяну нам скорее всего и не понадобится нормально пацаны тут с инвизом своим засели до но у эрнеста тоже дамаги когда есть хотя броню не пробивает жаль но на случай шухера из баранищика да это все интересно что там будет за югодская сущность финале если там будет просто тупо толпень врагов бешеная то это как бы меня абсолютно не пугает если там будет какая-то интересная тварь там уже да там может и остальные солдаты вспомнят что они типа воевать могут так но нам накидали какой-то фигни нам накидали ресурсов логово пандаранов куда же куда же без логово то правильно так подготовка поехали вдохновение да вдохновение потому что может быть пригодится и боевая готовность потом вот это все и на очки воли саша ладно ждем не тратим общие очки они нам еще могут очень пригодится роман почти до качался ему по сути три миссии он готов отправиться за пивком принципе дроне тоже так что мы еще кого-то там самую малость подкачает с базовых орнест пока не тратим общие очки вот можно еще что-то буду додумывать там серёга блин может силы ему поднять чтобы он больше патронов носил на одну коробку еще или дать ему дань черт который патронов не требует вес 3 а пулемет тоже там дофига просто коробку патронов кости надо будет ему пистолетом провести когда корректировки флэш сила воли это твое все окей я думаю сначала конечно с логовом разберемся там командная крепость будет сейчас строится вы не джериков на ну что-то даст поехали ребятам тренировки наши все надеюсь логово порадует своей простотой там будут проходные пацаны с помощью которых можно будет отправить серёгу крайняк на крайняк у нас по моему бы есть три воодушевления у брони у алины и у эрнеста соответственно случись чем мы можем просто три очка накидать и забить вообще на все собственно собственно нам вот сюда бежать может 22 рывка просто сделать не 2 рывка не получится почему потому что его по-любому стопорнят стопорнят по пути далеко стоишь ну ты как-то так нам в ту сторону бежать правильно поэтому саша давай вот первый враг и там не там ты первый враг а яичко но эта фигня часто будет скрипеть зубами листов просто надо повысить и все будет хорошо справа там еще какие-то тварюки все хотите сказать что мы тут ничего не увидели интересного реально хочется просто плюнуть и hello сделать смысле неудача а ты не хэвик и на них эвик перс но она может использовать джектпэк но неудача вот впервые хоть в компании увижу как это работает лол так это можешь увидеть вот этого большого парня и замыть на него собственно вот это смертельную метку потому что теоретически 900 нет потратим все ходы ничего роман выручай нам нужно это а то есть вот тут мы не пробегаем в принципе да мы пробегаем через как-то через центр нас ведет через центр это вот сюда до с прыгающими ногами в принципе такие то ноги есть у сереги ну да тут тут надо двигаться рывками потому что иначе мы не двигаем о змея от из меня а вот змея ой как хорошо как ты нам прям по пути тваринка тваринка вкусненько можно кстати попробовать рывками пульнуть первым эрнеста чтобы он проскаутил это звучит как план вообще ухты как он может проскаутить вот папа 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 папам да вот сюда наверно сервис просто посмотрит об все через змею через змею через артрона можем спокойно добежать до этого логова сейчас еще один рывок это проверка будет здесь вот вот сюда как-то что мы наверх посмотрели со всех сторон посмотрели на это все пофиксили что рвок тень не всегда прерывается видимо об замечен враг прелесть будем ли мы убивать кого-то по пути он даже не знаю не но сервере придется наверно ой блин надо сохраняться перед каждой миссии реально надо сохраняться перед каждой миссии мне сейчас вот ёкнуло внутри когда вот этот вот фриз был я уже подумал что ну все так здесь мы проходим мимо змеи сюда змея артрон и потом прямым курсом отсюда можно будет чесать как далеко мы рывком можем добраться еще достаточно далеко привет змея не ожидала нас увидеть да уж наверное быстрая зачистка как же долго ему ходы в этом логове обсчитывает капец всплеск адреналина и поехали килин килин машин вот так ну же игра ты справишься я в тебя верю так вот так что партрона главное не стриггерить еще кто еще подумает что ему можно по нам стрелять в ответ это будет полный провал надо с бедер ворк нормально так а надо ли нам к этому артрону вообще бежать и тратить на него патроны даже вот так вот обнаглели уже совсем ну как бы чуточку это сделает нас ближе но по моему это два хода тратим всего не то чтобы добежать до этой штуковины тому же эрнест подстрахует там сверху может настрелять лоп-лоп-лоп а ты решил вот так вот полезть руками ладно как скажешь главное убивай кстати урон снизился до 69 а 30 хп нет я тут тебе уже никак пистолетом не добавлю все быстро чистая работа без особых напрягов получили свои 10 очков плюс 6 общих все довольны всем все хорошо охотехник прикольник до плюс 10 это держит наши дипломатию в отличном состоянии ну чё летим к синедрикам полет на луну устраивать мне прям интересно мы тем самым конечно получается идем по ветке синедриона я бы конечно больше склонялся к товарищам из нового и реклона но они там под диктатором типа из крепости недолго исследовали я им давал шанс блин у меня эрнест недокаченный мне еще куча народа можно кого докачать боевая готовность алине да наверное надо и на иночки воли себе поднимает вполне успешно тоже скоростью обзаводится туретки бегать расставлять ну роман понятное дело брони тоже все с ним ясно эрнест скорость пока по чуть-чуть серёга волю качать не на что не на что волю качать кошмар вышел качнул бедный токарус него прям жаль что серьезно что ли ой ну я успею миссию сделать и к ним прилетит там у джерика в 25 очки силы защиты еще и четыре часа у меня бонусных есть за счет исследований стоимость вербовки солдат снижена на 50 процентов вот так вот according to the sheer deluge of new jericho spam we've received over our comms tobias west has finished building his new and impressive command fortress now it may not be senedrian's habit to comment on other people's architectural choices but we strongly urge everyone who supports west to think about what kind of society is built завидуешь есть клинский инсту верю фридом оба в олл элс под канди эвопе дженни уин фридом и на соса эти доме нейтед бай хайракис watch оба байды философа кинь и сайт из инвенцибл фатрас химе и афа до промесов виктори ого до пендоринс Слушай, женщина, я, конечно, с тобой отчасти согласен, но, блин, если не победить Пандура Винус, мира для детей уже не будет никакого. Надо решать проблемы по мере поступления, знаешь. И где эта крепость? Ну, типа, я исследовал, я молодец. Это так работает? Может, у нее какой-то особый значок? Не, реально, а где крепость-то, командный-то пункт? Неинтересно там, любопытно, в конце концов. Может, это одна из этих американских их небос? Да не, в Америке их тут повыгребли. Или она, типа, сверхсекретна? Суперсверхсекретна. Ну, туманного распространяется. Повсюду этот туман. Тут пандаранцы могут что-то сделать. Ну, ладно. Что я могу сказать? Миссионерский центр, якутский рецепт, а, кулф. Там технология миссионерской позы. Так, у нас там долетели все. Как там это убежище себя чувствует? Нормально, они еще даже файты за толком не начали. Материалы они продают. Тут туманный комплекс у них. Ну, слабенький, слабенький. У нас у проекта Феникс все как-то повеселее. Да, получается, их закрыли здесь. Может, они должны начать его все-таки строить? А, вот он. Нет, это спутниковый комплекс такой тут. Да. Ну, ладно. Эти-то хоть вон строят что-то. Да, давайте начнем. Так. Поехали. Очередная миссия. Вербовка солдат минус 50%. Как будто в нынешних реалиях этой игры и на этом этапе я кого-то буду нанимать. Вот. Вот. Это очень странно. Давать такой бонус на таком позднем этапе. Скорость перемещения 25% для всех кораблей и синедриков. Да. Класс. Вот. Ядер, лед. Вообще шикарно. А здесь как-то, ну, блин, я даже... Опа. А что ты тут один? Посреди крыши дроня. Самый модный, что ли? Ой, еще и тормозящий синедрен. Я уже жалею, что я сюда вылетел. Так, ну что, тут пандарани всякие, да? Всех вроде накрываешь. Дроня, ну ты тут разведчик теперь на крыше этой бомба живота видишь. Еще бомба живота видишь. В другой части карты. И что, больше никого? Как оно тормози тут со всеми этими блестяшками. О, артрит. Ну, хоть тут рядышком. Еще бомба живота. Еще бомба живота. Такая... Хитрая пати. Типа в каждый уголок по бомбоживоту. Чтобы защитить было нереально, да? Тюма, как-то странно вообще. Такое ощущение, что здесь враги будут набегать устраивать. И это будет геморроем. Ладно. Дроня нам особо не помог. В плане разведки. А вы на втором этаже все сидите. Всей дружной толпой, да? Вот еще двери надо выискивать, да? И РНС только внизу. Что у меня уже плана особо нет, честно говоря. Как с этим всем? О, во! Мы отсюда можем выпрыгивать. Окей. Роман. Надо прочекать. Вот туда, куда-то вправо. Хочу сказать, нет никого. Четыре живота здесь будет и все? Три точнее. Но это как-то очень странно. Пятчики-разведчики. Так, ага. Змея где-то там. В далеких краях. Вот еще цель одна. Блин, ну это какое-то... Дурацкая миссия будет. Саша. Ну не знаю, прочекай мне тут внутри, что ли. А выхода отсюда нет нормального, да? Из спусковой шахты. Ага. То есть ты туда забурился и как бы... А, мы можем вот тут вот проскочить сквозь потолок. Сквозь стену. А, это стекло типа, да? Это очень интересный баг. Прям любопытный. Так, я хотел сохраниться в начале миссии. Перед тем, как баги использовать. Дабл сейф. Как всегда. Для надежности. Какие интересные способности у Саши. Где ты его увидел? Он там. Ну ок, остальные не увидели, ты увидел. Что это за восприятие такое? А, у него баг есть. Все. Вопрос с ним. Блин, мы еще и падать можем. Неприятно. Ага. Два здесь. Два здесь. Два здесь. Все-таки враги по углам рассредоточены, получается. Вау. Ну окей, как скажете. Саша, давай еще подбеги ближе. О, жабку увидел. Окей, у нас намечается план. О, у нас намечается план, как действовать. Короче, запускаем Серегу сюда. Он вот эту вот всю пачку выносит. Потом он добегает до вот этой пачки. Он на ней заряжается, добегает как-то сюда. Это убивает и отсюда вот сюда чешет. Должно, по идее, сработать. Единственное, что Инна должна выйти вот здесь вот посмотреть. Именно. Да, Инна без бонуса. Значки действий. Не видишь никого? Неа. Так, Роман. Тоже никого особо не видишь, блин. Вот эти тоннельчики прикольные, конечно. Не, карта здоровская. Да. Если бы не вот эта вот... Абсолютно имбалансная наша команда. Так, ну вы... Стоп, я дроне походил, да? А, не страшно. Его пробафают Эрне с Алиной. И он пойдет. Так, а вот флэш, флэш, флэш. Забеги-ка нам вот сюда. Прочекай. Какая у вас еще архитект? Не, ненавижу синедрионов. Алину куда отправим? По второму этажу бегать? Не, она и так тут бегает. Блин, ну вот эта бомба-живот меня, конечно, напрягает. Это будет один ход, правильно? Сейчас пока по одному ходу потратим. Единственная перемычка, которая меня волнует, это вот отсюда туда. О, Эрнест может по этому тоннелю посмотреть. Как-то здесь все очень неудобно. Нас все на крышу предлагают запулиться. Эрнест, чекни. Как я ненавижу это убежище уже синедрионовское. Так, ну тут если что, ты страхуешь. Окей. Серега, ну что, идем в разнос. Как всегда. Должен вполне справиться. Да справиться, конечно. Вот так, наверное, останешь. Кого-то увидишь, да? Да. Тут еще кто-то есть. Ну, одного увидел, не страшно. Патронов, я думаю, хватит. Единственное, что вот эта тварь, с нее, наверное, надо было начинать. Сейчас добежим, расстреляем. Окей. В случае что, у них скоро паника начнется. Даже если здесь цилла внезапно есть. Как бы вообще не проблема. Привет, тварь. Я вас ненавижу, Херонов. Вау. Ваншот. Этого я как бы не особо сказать, чтобы ждал. Ну да ладно. Угу. Ответчики они. Твари. Ненавижу вас. Так, давай так, чтобы не стриггерить этих уродов. Тут какие-то капсулы стоят. Не знаю, что за капсулы. Давай ему в ногу. Вообще, в ногу, наверное, стрелять не лучшая идея. С учетом, что цель может мувнуться в процессе этой очереди и дать в ответ. Нормально. Я не зря, наверное, сила прокачал. Чтобы вносить еще одну бойму. Ой, не зря. Так, не, давай как-то так станет, чтобы максимально сэкономить ходы. Все, унес. Так, один ход ты потратишь, второй ход ты потратишь, ты потратишь три хода, чтобы сюда добраться. Ух. Ух. Большая карта. Может, по пути кого-то увидит. Вкусного. Да, увидел. Жапку. О, жапка это хорошо. Хотя мне без разницы, на самом деле. С жапки проще начать. Гарантированно убьем. Тут целая патча. Ого. Какая у вас тут толпень? Вот так. От Артрона будем бежать, потому что мы вот, аж по этому проходим. Хотя нет. Ух ты, мы тут не добегаем. Вот до этого пацанчика. А отсюда мы как потом выходим? Здесь Эрнес будет убивать. Стопудово, потому что мы просто не дойдем. Или Роман. Тоже вариант. Так, ладно, чтобы не рассуждать, а действовать надо. Да. Let's just get this over with. Нет. Прям вот очень точно Серега высказал, что нам нужно делать. Паника пошла уже. Среди младшеньких бондаранцев. Ух. На наших патронах хватало. Нет боеприпасов, ты смотри. Так, давай Змеюку. Надо фокус. Даже если я кого-то не найду, все, у них уже масштабная паника из-за потерь началась. Поэтому, в принципе, у нас есть запас права на ошибку. Угу. Раз, два, три хода мы потратим для этой твари. Еще бы тоже шотнуть ее. Не потратив. Потому что... Хастл. Ой, не, давайте мы через... Хотя... Не, сюда Эрнеста можно запускать, реально. То, что это бегать потом на выход. А вот тут жабка есть промежуточная. И, кстати, убивая жабку, мы еще и можем попробовать коцнуть... Вот этого засранца. Отлично. Это поможет нам Херона убить. Смотри, замучился. Задергался. Можно будет попробовать эту жабу. Пощекать. Угу, смотри. Всех видно. Так, ну все-таки... Шотни, пожалуйста, мне второй раз. Серега. Окей, хорошо. Жастас Плант. Может попробовать его уничтожить через... Стекло. Не уж по идее там хаусов вообще. По нолям, да? А мы не можем выстрелить так близко. Тихо-тихо. Тихо-тихо. То есть ты просто его в зеркало, грубо говоря, видишь, да? Ну попробуем. Ээээээээээ... Как-то совсем плохо получилось. Ну мы можем повосстанавливать очки воли здесь, а Эрнест опустить влево если что. теперь когда мы стекло пробили у нас нет проблемы с как мы отсюда вы бежим дар депресса урвас это так там наши какие-то могу стоять лучше аккуратнее с пулеметом размахивать да и змею проще валить пробивающим броню пулеметом все-таки пулемет уже я чувствую задымится сейчас так главное варне станет дать очередь будет обидно все змеюку покарали боеприпасов опять нет у нас останется коробок после этой не сильно интересно мало мы четыре уже съели обалдеть ну прикольно здесь миссия получается они из четырех углов как штурму на так лицо ему прям загляни место нас опять же остается в резервом на случай шухера тут-тут-тут-тут-тут-тут где там полина костане сразу на всякий случай weekend буду сна сырье у тебя два выстрела используйся ими как следует шотнул все готово блин а миссия была бы очень жесткая конечно с четырьмя этими чуваками защищает ракеты люди по моему ракеты не было хп очков дали 10 каждому интересно к чему это приведет сейчас любви но а у и опокалипс о о и 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 will share all the data igorwan transmits straight away анализ танк с луны урон по пандаранским объектом увеличены 10 процентов удалось следуем чем а вот они смотрят идет строительство тобиасовской войну вы блин выбрали место конечно ребята я вам скажу вы как дешево можно хэвика купить общих кайф как бы база наверное моя есть тоже нам ребят вы бы здесь поставили серьезно самое сейфовое место на планете рядом со мной и армия кстати возможно на эту миссию можно было брать больше 8 чуваков а я не посмотрел это очень плохо с моей стороны алина боевая готовность дальше начнешь прокачиваться как следует может силу подкачать а все-таки очков воли должно хватить 19 ну да наверно 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 если я не забуду как обычно саша скорость без вопросов роман еще на миссии ты будешь отправишься пить пивко поздравляю прочим и дроне с тем временем скорость и чуть-чуть добром ну серёга сила воли еще ему силу подкачать еще коробку патронов таскать до последняя миссия показала что это может быть неплохая идея это что это сюда сюда вот так вот еще больше боеприпасов пулеметов не кстати опять крутой клипа накопилось уже прорву ну флэш понятно анализ данных сломан то есть это будут спецмиссии за каждого из них на может есть смысл миссионерский центр сделать для она причем как бы я не вижу чтобы парни старались вообще для планеты да там саша спрыгнул с высоты сверху тур и его немножко поранило давайте летим спасать убежище все-таки не джериков пока долетим они передовая технология снарядов а у меня этого нету да или у них этого просто нету им не дали у меня же вроде была эта технология ванна 10 часов может они не так дадут им сколько тут 11 на 6 ох анализ данных сломан интересно посмотреть 10 на 5 минус 12 на залога вы дадут и плюс 10 поэтому ресурсы опять же ключевые объекты управляемся до романа счет завезем на базу возьмем вместо него кого-то из свежей крови но новым ребятам я скорее всего буду делать туловище power lifter вообще вне зависимости от чего бы то ни было потому что силу я уже новым солдатам прокачать не смогу поэтому они не смогут ни оттаскать нужен будет этот power lifter что как бы печально но что делать посмотрим еще кого-то можно взять скорее всего штурмов буду набирать пачку так но этот эпизод получается и так уже очень длинным то тем более сцилла будет думаем продолжим в следующем эпизоде надеюсь этот вам понравился с вами была на руку пока пока